Дмитрий Иванович, насколько повлиял на рисунок игры быстрый гол? Быстрый пропущенный мяч всегда влияет на игру. И те моменты, о которых мы говорили, стандартное положение, пропущенный мяч, он точно не добавил нам уверенности. Наоборот, соперник почувствовал уверенность, соперник получил то необходимое преимущество в забитом мяче, которое им было необходимо. А мы, в свою очередь, абсолютно не... Получилось то, что мы планировали, ни в атаке, ни в обороне, в особенности в оборонительных действиях. Мы позволили сопернику очень много моментов. Тот план, который мы выбрали, он не работал. Были проблемы, пытались их исправить в перерыве, но во втором тайме, в общем-то, мы немножко раскрылись и стали соперника встречать выше. Появилось пространство, которым они воспользовались. То есть, к этому мы не до конца были... Сумели сделать не до конца то, что планировали. Вот, поэтому отсюда такой результат, очень болезненное для нас поражение. Посмотрим, сделаем выводы и будем двигаться дальше. Над чем работали за последние две недели? Мы работали над, в основном, над позиционной обороной и быстрым выходом в атаку. Выбрали модель, по которой мы хотим играть. Сегодня мы увидели те минусы, которые соперник нам сегодня показал. Те минусы, над которыми стоит серьезно работать. И, видимо, за этот период времени мы не достучались до игроков в определенных моментах игры, которые сегодня вылились в пропущенные мячи. В каких зонах, в первую очередь, мы проигрывали? Нельзя так сказать, в каких именно зонах. У нас были проблемы и при позиционной обороне, и при давлении на чужой половине поля, на соперника. То есть, мы действовали не совсем организованно. Плюс левая зона обороны у нас там проваливалась. И раз за разом достаточно опытный и хороший игрок команды соперника переигрывал нашего крайнего защитника. И оттуда шло большинство опасных моментов подачи, прострелы и стандартное положение, которое как раз оттуда пришло. Первый мяч, поэтому, ну, наверное, левая зона обороны основная была сегодня наша проблемная точка. Можно ли сказать, что теперь очень важно сделать так, чтобы это поражение не повлияло психологически на ребят? Конечно, психология очень важна, и парни не до конца верят в свои силы. Нам нужно это исправлять, конечно, сегодня. Это болезненное поражение нужно, на мой взгляд, поскорее забыть и продолжать делать то, что мы делаем. И игроки должны верить в себя, верить в то, что они делают, верить в партнера, и тогда все будет хорошо. Продолжение следует...